Израиль жестко отреагировал на резолюцию Сабеза ООН. В минувшую пятницу приняли документ, который запрещает строительство на оккупированных палестинских территориях и считает все израильские поселения на этой земле незаконными. И вот теперь Израиль решил временно ограничить связи со всеми странами, которые голосовали. СМИ это уже назвали войной против всего мира. Какие же будут последствия, расскажет шеф нашего Ближневосточного бюро Сергей Пашков. Солидных дипломатов буквально оторвали от праздничного стола в сочельник, вызвав на тяжелый и эмоциональный разговор в МИД. Израильский премьер Беньямин Нетаньяу примерил на себя роль сказочного Гринча, украв Рождество сразу у 14 послов, представляющих в Тель-Авиве страны, проголосовавшие в Совбезе ООН за резолюцию с требованием прекратить поселенческую активность и строительство на палестинских территориях. Впервые за 36 лет США по этому вопросу не использовали право вето, и Нетаньяу воспринял это как пощечину. Я уже сообщил госсекретарю Джона Керри, что друзья не выясняют отношения с друзьями в Совбезе ООН. Я очень рассчитываю на работу с новой президентской администрацией США, которая приступит к исполнению обязанностей через месяц. Разочаровавшись и окончательно рассорившись с создающим полномочия Бараком Обамой, израильский премьер апеллирует уже к Дональду Трампу, которому даже успел позвонить накануне голосования в ООН. И Трамп обнадежил. После большого поражения Израиля в ООН будет намного тяжелее добиться мирного урегулирования. Слишком плохо. Но в любом случае мы решим вопрос. Беньямин Нетаньяу звонил по слухам и в Киев, ведь Петра Порошенко так тепло принимали в Тель-Авиве в уходящем году. Но напрасно. Представитель Украины поднял руку «за» вместе со всеми. И это не дело принципа. Израильские СМИ сообщили о том, что проголосовать именно так Порошенко убедил вице-президент США Джо Байден. Ответ был жестким. Мы не из тех, кто подставляет левую щеку, получив по правой, сказал Нетаньяу. И отменил визит в Израиль премьера Украины Гройсмана, который должен был начаться уже сегодня. Отменил запланированные ранее встречи с премьером Британии и лидером Китая в Давосе. А собственным министром запретил летать в проголосовавшие против поселений страны. А посла Сенегала, который вместе с Новой Зеландией внес в Совбез ООН проект резолюции, вообще изгнал из страны. Глава правительства назвал это агрессивной реакцией. Израиль прекратил финансирование пяти ООНовских учреждений и вообще занялся ревизией отношений с объединенными нациями. Очевидно, рассчитывая, что на этом пути его поддержит Трамп. А министр обороны Израиля Виктор Либерман, заявив об отказе участвовать в запланированной на январь Парижской конференции по израильско-палестинскому примирению, вообще призвал общину французских евреев переехать в землю обетованную. Это не мирная конференция. Никаких проблем она решить не может, да и не собирается. Это самый настоящий трибунал против государства Израиль. Судя по той информации, которая доходит до нас, там готовится фактически современный процесс Дрейфуса. Нетаньяу рассорился со всем миром ради голосов поселенцев, утверждает оппозиция в Кнессете, требующая немедленной отставки главы израильского правительства. Нетаньяу практически свёл на нет все достижения, которые были достигнуты до его периода его правления другими премьерами и главами МИДов Израиля. Предсказуемый, но самый серьёзный в истории израильско-американский кризис, лишь запятая, но не точка в этой истории. В Израиле ждут инаугурации Трампа и выборов во Франции, готовясь войти в Новый год с новыми партнёрами и старыми проблемами. Сергей Пашков, Арвара Галемба, Александр Иванюк, Вести, Израиль.